Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 787. Задача из теоретического и практического курса чистой математики Вятиховского. Капитан на вопрос, сколько у него в команде людей, ответил, что 2 пятых его команды в карауле, 2 седьмых на работе, 1 четвертая в лазарете и 27 человек в наличии. Вопрос, сколько человек было в его команде? Мы решим эту задачу двумя способами. Первый способ это понимание, что такое часть. Итак, что значит в карауле было 2 пятых от всего состава команды? Это взяли всю команду, разделили на 5 равных частей и люди двух из этих частей сейчас в карауле. Что значит 2 седьмых всей команды? Это всю команду, разделили на 7 равных частей, взяли 2 части и получили тех людей, которые на работе. Что значит в лазарете 1 четвертая часть? Это значит взяли всю команду, разделили на 4 равные части, взяли одну из этих частей и узнали сколько людей в лазарете. Поэтому если мы будем знать, какую часть составляют 27 человек, которые есть в наличии, то мы легко решим эту задачу, потому что мы знаем, как найти число, зная значение его дроби. То есть 27 это будет значение, а вот какой дроби, сколько частей составляют 27 человек. И здесь нам поможет то, что мы понимаем, что такое единица. Все люди из всех, это и есть единица. Но если мы всех людей разделим на их же количество, мы получим 1. Итак, число людей в команде мы можем принять за единицу. Это, если человек в команде 200, это 200 из 200. Если в команде 350 человек, это 350 из 350. И тогда мы найдем, какую часть команды составляют 27 человек. Мы от всей команды вычтем ту часть, которая находится в карауле, 2 пятых, плюс 2 седьмые, это та часть, которая на работе, и 1 четвертая, та часть, которая находится в лазарете. Обратите внимание на знаменатели дробей. Они взаимно просты и попарно, поэтому общий знаменатель будет их произведение. 5 и 4, 20. 20 умножаем на 7. 140, поэтому знаменатель будет 140. Но вычисление я буду ввести внизу. Итак, общий знаменатель 140, дополнительный множитель к первой дроби. 7 и 4, 28. Ко второй, 5 и 4, 20. И к третьей, 5 и 7, 35. И тогда в числителе первой дроби у нас будет 28 умножаем на 2, 56. Плюс 20 на 2, 40. И плюс 35 умножить на 1, это 35. Это сумма числителей. А общий знаменатель у нас 140. Складываем 56 и 35. Получаем 91. И 91 плюс 140, 131. Получили 131, 140. И это то, о чем мы говорили, что единицу можно представить в виде частного любых двух одинаковых чисел. В нашем случае, чтобы от единицы вычесть 131, 140, мы один представляем как 140, 140. Чтобы была разность дробей с одинаковыми знаменателями. Как мы вычитаем дроби с одинаковыми знаменателями? Знаменатель переписываем. Числители вычитаем. От 140 вычитаем 31, получаем 9. Итак, 9 140 команды – это 27 человек. Итак, теперь мы знаем, что в наличии 27 человек составляют 9 140. Это значит, что всю команду разделили на 140 равных частей. И 9 из этих частей – это и есть 27 человек. То есть 27 человек находится в 9 командах, которые взяли из 140. Поэтому, как найти число по значению его дроби? Мы можем узнать, сколько человек составляет 1 часть, 27 разделить на 9, а потом результат умножить на 140. Когда мы так делаем? Когда мы делим на числитель и умножаем на знаменатель. Когда делим на дробь? Поэтому мы 27 делим на дробь, значение этой дроби. А чтобы разделить, мы деление заменяем умножением на дробь обратную делителю. И можем это сделать сусно. 27 делим на 9 – это 3. 3 человека в одной команде, а таких команд у нас 140. Мы разделили на 140 равных частей. И получаем 3 умножить на 140. 3 умножить на 100 – это 300. 3 умножить на 40 – 120. 300 плюс 120 – 420. Итак, 420 человек в команде капитана. Как я говорила, мы решим эту задачу с вами несколькими способами. Второй способ будет с помощью уравнения. Для многих он более понятен. Пока у нас пустые места в кратком условии, то мы не знаем, ни сколько человек в карауле, ни сколько на работе, ни сколько в лазарете, ни сколько человек в команде. Но зато, если мы ведем с вами переменную х, то тогда это будет уже известно, сколько человек в команде, х человек. И еще нам нужно вспомнить, как найти дробь от числа. Чтобы найти дробь от числа, нужно число умножить на эту дробь. Поэтому пусть у нас в команде будет х человек. Запишем. Пусть в команде капитана х человек. Как найти две пятых от х? Нужно х умножить на две пятых. Это будет две пятых х человек в карауле. Заполняем. Две пятых х человек в карауле. Сколько человек на работе? Две пятых, две седьмых от х. Как найти две седьмых от х? Нужно две седьмых умножить на х. Это будет две седьмых х человек. Напомню еще раз, чтобы найти дробь от числа, нужно число умножить на эту дробь. Две седьмых х человек на работе. В лазарете одна четвертая от всех людей команды. Находим одну четвертую от х. Это будет одна четвертая х. Человек. В лазарете. Поскольку всего в команде х человек, то мы можем составить с вами уравнение. Потому что теперь мы с вами знаем, в карауле две пятых х человек, на работе две седьмых х человек, в лазарете одна четвертая х человек, в наличии двадцать семь человек, а всего вместе х человек. Составим уравнение. Две пятых х плюс две седьмые х плюс одна четвертая х плюс двадцать семь и равно это х человек. Все люди команды. Благодаря тому, что мы с вами решили эту задачу сначала не уравнением, то мы легко с вами приведем подобные слагаемые. Две пятых х плюс две седьмых х и плюс одна четвертая х это сто тридцать одна сто сороковая х. Мы знаем, что для этого коэффициенты нужно сложить, а мы их уже складывали. Получили сто тридцать одну сто сороковую и дописываем буквенный множитель. Вычитаем х. Перенесли х из правой части в левую, поменяли знак. А двадцать семь наоборот. Из левой части переносим в правую, тоже меняем знак на противоположный, получим минус двадцать семь. Перед х у нас стоит минус. Какой же коэффициент, значит, стоит перед х? Минус один. И теперь нам нужно от ста тридцати одной сто сороковой вычесть единицу. Мы уже с вами это делали, только наоборот. Здесь будет отличаться тем, что мы получим с вами значение с минусом, потому что мы от меньшего вычитаем больше. И уже знаем, сколько это будет. Это будет минус девять сто сороковых. Х. И равно это минус двадцати семи. Ну и теперь, чтобы получить не минус девять сто сороковых х, а один х, умножаем обе части уравнения на число, обратное коэффициенту перед х, потому что произведение обратных чисел равно единице. умножаем на минус сто сорок девятых. И тогда х у нас будет равен. Произведение двух чисел с одинаковыми знаками результат положительный. Двадцать семь умножаем на сто сорок девятых. Двадцать семь кратно знаменателю, поэтому двадцать семь делим на девять, это три. И три умножаем на сто сорок, получаем четыреста двадцать. Четыреста двадцать человек в команде. Вот мы решили с вами задачу вторым способом. Единственное, для первого способа, теперь мы очень хорошо понимаем, что такое единица, откуда мы ее взяли. Это четыреста двадцать человек из четырехсот двадцати человек. Это как раз и будет единица. Все, мы справились с вами с задачей. Запишем только ответ. Поскольку мы с вами писали подробное пояснение, то можно написать просто четыреста двадцать человек. В первом способе мы вспоминали с вами, как найти число, зная значение его дроби. Во втором способе мы с вами применяли, как найти дробь от числа. Чтобы найти число, зная значение его дроби, нужно это значение поделить на дробь. А чтобы найти дробь от числа, нужно это число умножать на дробь. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.